Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня специально открыла один торец, чтобы показать вам, как выглядят вот эти сеянцы томатов на старте. И потом покажу, когда будет у них финиш. Вы видите, что сейчас они маленькие такие, желтенькие, можно сказать хиленькие. Но они не столько хиленькие, сколько они были угнетены теснотой в лотке. У них сейчас постепенно вернется нормальный зеленый цвет листьев. И вот через полмесяца примерно, ну недели, через две, через три я их открою. Сразу хочу ответить на все вопросы, которые перед этим задавали мне. Полива у них не будет никакого. В этом и есть преимущество раннего посева, вот здесь выращивания. Земля влажная, термос весь упакован полиэтиленом. Влага никуда не девается, она вся здесь. Один раз палили при посадке и все. Вот сейчас вся эта братва, вот много-много, видите, она такая как желто-зеленая. Через две недели я вам ее покажу, это уже будет у нас финиш. Нынче у нас укороченный период. Обычно садим в середине апреля, но тут нам мороза не давали. Когда я открою через две недели, будет, конечно, зеленый цвет. Но это вы все сами увидите, я не буду голословно говорить. Вот здесь у меня 1944 или 36, забыла, записала. Тысяча демидов и 900 петруши. Два разных сорта. Вот там палочки, где стоят, это рубеж. Вот эти два сорта, они толстоногие. Видите, они даже в таком, в плохих условиях выращивались в темноте. Все равно у них толстый ствол. Из-за чего выбираю только эти сорта? Вы видите, что рассада не упала ни одна. Все они стоят стоя, хотя, казалось бы, им было так тесно. И получив свободу, они должны были как наклониться или упасть. Нет, не падают они никогда. Они стоят в любой ситуации. Даже если когда будут подмерзать-замерзать, они все равно замерзнут стоя. Вот этот вот толстый стволик, он у них очень такой толстый, объемный, плотный. Все, я вам показала, как выглядит рассада в самых-самых-самых первых днях после высадки. Выглядит она, можно сказать, не как. Она желтая, тонкая, бледная. Но потом, когда мы сюда посмотрим, она вся сомкнется, перерыва не будет. Земли не видно будет. Будет вот это море, море томатов. Вот тут почти 2000 томатов. Конечно, будет какой-то и как отход, потому что по краям обычно высаживаю маленькие, хиленькие. На случай, если уж будет мороз и замерзание, то умрут они, крайние, самые слабые. В серединке, конечно, у нас самые хорошие такие. Все, до свидания. Вот это старт наш при выращивании в тоннелях. Нынче немножко опоздали, но все равно они успеют вырасти.